Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму маринованные огурцы. Приготовленные по этому рецепту огурчики получаются хрустящими и очень вкусными. Весь перечень и точное количество используемых продуктов будет указано в конце видео. Приятного просмотра! Для начала замачиваем огурцы в холодной нехлорированной воде примерно на 3 часа. Затем обрезаем у них хвостики. Также подготавливаем остальные ингредиенты. Чеснок нарезаем пластинками, так он отдаст больше аромата. Красный острый перец делим на небольшие кусочки. Можно использовать как свежий перчик, так и сушеный. Укроп с зонтиками режем ножом, для того чтобы он занимал меньше места в банках. Теперь берем чисто вымытые банки. На дно кладем 5 горошин черного перца, 1 лавровый лист, немного чеснока, 2-3 кусочка острого перца и порезанный укроп. А дальше наполняем банки огурцами. Чем плотнее, тем лучше. После каждого слоя огурчика можно положить еще немного укропа, чеснока и перца. Сверху никаких специй класть не нужно, иначе они потом выльются с водой. Когда все огурцы будут разложены по банкам, заливаем их крутым кипятком. Затем прикрываем крышками и даем постоять 10 минут. По истечении времени сливаем из огурцов первую воду в кастрюлю и отправляем на плиту, пусть закипит. А в это время заливаем огурцы второй раз кипятком. Снова накрываем их крышками и выдерживаем еще 10 минут. Теперь вторую воду просто выливаем, она нам не понадобится. А в каждую литровую банку кладем 1 столовую ложку с большой горкой каменной соли, 1 чайную ложечку с маленькой горкой сахара и 2 неполные столовые ложки 9% уксуса. В пол-литровую баночку все ингредиенты я, конечно же, уменьшила в 2 раза. Дальше заливаем огурцы закипевшей первой водой до самого верха. Накрываем крышками, закатываем, переворачиваем вверх дном и тепло укутываем до полного остывания. Вот и все. Очень вкусные хрустящие маринованные огурцы готовы. Хранить их можно при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.